Продолжение следует... В сопровождении знаменной группы и оркестра делегация прибыла в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», чтобы почтить минуты молчания память героев Великой Отечественной войны. Республиканский молодежный автопоезд «Беларусь – молодежь-профи» объединил ребят из наших различных регионов Республики Беларусь, в том числе и различных регионов Российской Федерации. За эту неделю, стартовав неделю назад на День народного единства из города Минска, они посетили 18 регионов нашей Республики Беларусь, посетили различные производства, спортивные объекты, познакомились с историей различных населениях пунктов, в том числе и маленьких, небольших, расположенных на территории Республики Беларусь. Я уверен, что по завершению этого проекта, вернувшись в свои города, они расскажут об этом проекте, все по месту жительства, по месту работы, и будут, я думаю, это останется у них надолго в памяти, наша различная прекрасная Беларусь. И очень отрадно, что этот проект завершается в священной земле Брестской крепости, где еще в далеком 1941 году закладывалась основа Великой Победы, которой в этом году мы празднуем 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Автопоезд объединил молодое поколение из регионов двух государств, позволил обменяться опытом и реализовать совместные инициативы. Возможно, это вдохновит молодых людей на новые совместные проекты. Участники рассказали о своих впечатлениях и что стало самым запоминающимся. На проект я попал путем общей подачи заявки и мне очень повезло, из 500 человек меня выбрали как участника. Мы побывали в значимых местах для Республики Беларусь, на различных мемориалах, на крупнейших предприятиях Республики Беларусь. Восемь дней пролетели как одно мгновение и молодежь Беларуси и России за это время объединилась и стала как одна целая команда, как большая такая дружная семья. Все друг другу помогали, обменивались опытом, всегда приходили на помощь. Больше всего запоминалось то, что обычные люди из обычных городов, деревень выходили, приветствовали нас, даже плакали со слезами. Выходили, ребята, вы кто такие, что вы вообще, чем занимаетесь? Мы рассказывали про наш проект, про наш автопоезд и люди со слезами на глазах желали нам счастья, говорили, что с такой молодежью у Беларуси будет настоящее светлое и мирное будущее. Это путешествие позволило увидеть то, что невозможно разглядеть на экранах телевизоров, прочесть в книге или найти на просторах интернета. Оно помогло увидеть главное – белорусскую душу, разглядеть ее в лицах людей, узнать из традиционной культуры и исторических данных, прогуляться по улочкам, где сохранились архитектурные шедевры прошлого. Упав на проект, я не ожидала получить столько ярких и прекрасных эмоций. Я познакомилась со многими людьми, которые одинаково мыслят, как я. Было много развлечений. Например, был товарищеский матч по футболу, были всякие подарки от всяких компаний. Ребята очень приятны сам по себе из Российской Федерации, очень оказались дружелюбными. Мы с ними много играли, даже в самом автопоезде. Основная цель проекта – усилить роль молодежи в развитии взаимоотношений между государствами. Именно на молодое поколение возлагается ответственность за ближайшее будущее нашего братского народа. И как важно передать бесценный опыт прожитых лет тем, чье время настало. Время творить, познавать, созидать, любить и мечтать. Мечтать о светлом будущем и ценить настоящее. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович и Юрий Лимонтович. Новости Бреста.